Здравствуйте! Эфир продолжает программа события. В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Вечная память защитникам Родины. В годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве губернаторы региона Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина возложили цветы к вечному огню на площади Славы. Поддержка гражданских инициатив на уровне власти. Глава города Елена Лапушкина встретилась с активистами территориального общественного самоуправления Кряж, чтобы узнать, какая помощь нужна местному цеху по производству экипировки для военнослужащих. Стартовый котлован практически готов. Закольцовка водовода на завершающей стадии. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Поддержка гражданских инициатив на уровне власти. Глава города Елена Лапушкина встретилась с активистами территориального общественного самоуправления Кряж, чтобы узнать, какая помощь нужна местной мастерской по производству экипировки для военнослужащих. Цех по пошиву на базе ТОС работает с октября прошлого года. За это время специалисты помогли обеспечить солдат сотнями маскировочных костюмов, тактических носилок, балаклав и другой необходимой одеждой и экипировкой. Как согревает забота на расстоянии и почему необходимо поддерживать бойцов, которые находятся вдали от дома, расскажем далее. Работа в этом небольшом цехе на базе территориального общественного самоуправления Кряж не останавливалась ни на день с октября прошлого года. Здесь трудятся непрофессиональные швеи и закройщики. Эти люди всему учились самостоятельно. Приобретенных навыков уже хватает для того, чтобы оказать посильную помощь бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО. Неравнодушные жители Куйбышевского района сами решили организовать пошив одежды. Одни принесли материал, другие инструменты. С ремонтом помещения помогла местная управляющая компания. С миру по нитке в общем собирали, принесли с дома швейные машинки, ткани, кто-то пряжу, кто-то еще что-то, нитки. И в итоге у нас образовался такой сначала мини-цех, который превратился сейчас в большое такое движение, которое мы назвали «Ждем домой». За несколько месяцев работы цеха волонтеры пошили и отправили на передовую более 10 тысяч единиц различной экипировки и одежды. Это и маскировочные халаты, и балаклавы, нательное и термобелье, тактические носилки и многое другое. Наталья Незамеддинова у мастерской единственная швея с опытом, поэтому и взяла шефство над остальными коллегами. Даже, скажем так, с первого дня у них получается, они садятся за машинки, мы их учим прямым строчком, а потом уже отшивают, уже все. Теперь дело точно боится мастеров. Это для тепла. Пожалуйста, можно так. Можно просто как снут. Активисты Тоскряж показали главе города, в каких условиях сейчас работают, и попросили оказать содействие в покупке новой техники и ремонте большего помещения, которое выделили под нужды цеха. Прежнего пространства перестало хватать, когда штат увеличился, и жители района начали приносить гуманитарную помощь коробками. Посмотрели помещение, вот это помещение мы дополнительно даем для развития этого волонтерского движения, поможем им с ремонтом. О чем девочки просили? С фурнитурой, с тканями, и, конечно, машинки тоже будем изыскивать возможность, чтобы у них в этом задержки не было. Также Елена Лапушкина пообещала помочь работникам договориться с поставщиком об обеспечении цеха новой техникой. Ольга Павлова, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Сражение, продлившееся 200 дней, переломившее ход Великой Отечественной войны. 80 лет сегодня исполнилось со дня окончания Сталинградской битвы. В память о погибших губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елены Лапушкина, депутат Госдумы Александр Хинштейн, ветераны, активисты и кадеты возложили цветы к вечному огню на площади Славы. Противостояние, которое изменило историю и переломило ход Великой Отечественной войны. 80 лет сегодня исполнилось со дня окончания Сталинградской битвы. Отдавая дань погибшим, губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Хинштейн, ветераны, активисты и кадеты возложили цветы к вечному огню на площади Славы. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. Гитлер хотел захватить важнейший промышленный и транспортный узел на Волге, оккупировать богатые хлебные районы Кубани и Ставрополье, прорваться к кавказской нефти. Но Красная Армия оказала отчаянное сопротивление. Постепенно победа над городом стала главной целью всей кампании вермахта. Германская авиация 23 августа нанесла массированный бомбовый удар по городским кварталам. В окне пожарищ погибло более 40 тысяч сталинградцев. Нефть вылилась в Волгу и загорелась. По словам очевидцев, происходящее напоминало настоящий ад. Подробности тех событий по рассказам родственников знает Галина Демчук, председатель Совета ветеранов промышленного района Самары. У меня дядя воевал именно под Сталинградом. Он был там ранен. Его подлечили и он опять воевал. И он воевал до победы. Мы сегодня пришли с ветеранами в этот великий день, святой, священный день. Я считаю, что он самый первый священный день среди череды победы нашей. И мы, конечно, пришли поклониться, потому что Сталинградская битва, она живет в сердцах каждого жителя. Мне кажется, независимо от того, какой возраст. Я от всех ветеранов города поздравляю все население нашего города, нашей области с этим замечательным праздником. Потому что практически в этот день, в этот момент прошел перелом Великой Отечественной войны. И наши войска стали гнать фашистов с нашей земли. Центром противостояния в Сталинграде стал Мамаев Курган. Высота переходила из рук в руки несколько раз. До берега Волги немецким частям оставалось пройти всего 150-200 метров. Но они так и не смогли этого сделать. Сталинградская битва закончилась 2 февраля 1943 года полной победой советских войск. Виктория Шарой, Николай Епифанов, События. Глава города Елена Лапушкина навестила жителя Самары Антонину Павловну Швыткую, ветерана Великой Отечественной войны, принимавший участие в Сталинградской битве и получившую медаль за оборону Сталинграда. Глава Самары вручила 99-летнему ветерану подарки от губернатора Дмитрия Азарова и награду за заслуги перед городом первой степени. Я приехал поздравить вас от губернатора Дмитрия Азарова, от себя лично. Подарки от губернатора Дмитрия Азарова в день 80-летия со дня победы в Сталинградской битве вручили ветерану Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы 99-летней Антонине Павловне Швыткой. Их передала глава Самары Елена Лапушкина. Губернатор всегда поддерживает проживающих в регионе ветеранов и остается с ними на связи. Антонина Павловна родилась в 1923 году в Донецкой области, а когда окончила школу и поступила в горный институт, началась война. Вместе с семьей ее эвакуировали в Сталинград. Отец Антонины Павловны работал на железной дороге. Она устроилась туда же, чтобы ему помогать. Стационарная машина, путевая станция, железные дороги прокладывали. И в Сталинграде, мы под самым Сталинградом прокладывали дорогу. И как раз после пришли немцы. Немецкий самолет свалился в Волгу. И летчика немецкого достали прямо при мне. Вчерашняя школьница Антонина Швыткая принимала активное участие в обороне Сталинграда. Ей приходилось разбирать железнодорожные рельсы, чтобы сдержать наступление немцев на город. В Волгу переезжали как раз. И меня взяли в ледник. С ледником переезжала. И там немецкий самолет обстрелял меня. Там целая группа, состав. И эти люди, железнодорожники. А когда закончилась война, Антонина Павловна с отличием закончила горный институт. Вышла замуж за военного, с которым объехала всю Россию. В 1969 году вместе с супругом и детьми приехала в Куйбышев, где работала при штабе Приво. А когда вышла на пенсию, стала членом общественной организации ветеранов. Глава Самары Елена Лапушкина вручила Антонине Павловне награду за заслуги перед городом первой степени. Виктория Шарая, Константин Головин. События. А в Самарской публичной библиотеке прошли уроки мужества, посвященные 80-летию Сталинградской битвы. 2 февраля 1943 года завершилось самое грандиозное сражение Великой Отечественной войны. Битва за Сталинград длилась 200 дней и ночей. О некоторых моментах этого сражения сотрудники библиотеки рассказали самарским школьникам. Урок мужества для школьников Самарской публичной библиотеки начался с демонстрации фрагментов военной хроники. В день, когда 80 лет назад завершилась Сталинградская битва, детям рассказывают о важных моментах самого грандиозного сражения Великой Отечественной войны. Мы стараемся им дать какую-то новую информацию, то, что они не знали, то, что они, возможно, еще не проходили на уроках истории. Мы стараемся наше мероприятие сопровождать какими-то видеохрониками, какими-то редкими фотографиями, заинтересовать их, чтобы у них и дальше возникла потребность, интерес, чтобы дальше продолжать изучать эту тему. Уроки мужества для школьников Самары идут сегодня весь день. На одном из них девочка рассказала сотрудникам библиотеки о традиции ее семьи. Дедушка-школьница был защитником Сталинграда. Он научил ее печь хлеб, который делали в городе во время войны. Школьники с удовольствием слушают лекторов. Некоторые из них бывали в Волгограде. Так теперь называется Сталинград. Я проезжала мимо родины мать. Это очень большой памятник. Он мне очень понравился. Она очень красивая, очень большая. Там, где стоял этот памятник, проходила война. Некоторые из тех, кто присутствовал сегодня на уроке мужества, еще не проходили на уроках историю Сталинградской битвы. Сегодня дети узнали многое из того, что не написано в учебниках. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Ключ на старт. В мэрии Самары под руководством главы города Елены Лапушкиной прошло заседание, посвященное началу строительства планетария возле музея «Самара космическая». Представители профильных департаментов Ракетно-космического центра «Прогресс» и подрядной организации обсудили, что нужно сделать перед началом работ. Подробнее Андрей Горгуленко. С этого начинается возведение планетария. Чтобы обсудить все вопросы, связанные с началом работ, в мэрии прошло совещание под руководством главы Самары Елены Лапушкиной с участием представителей профильных департаментов, подрядной организации и специалистов РКЦ «Прогресс». Объект непростой. Очень много факторов, которые могут повлиять на строительство. Это и работа нашего музея, это и ракета, которая располагается рядом, это сложные грунты, это проекты, в общем-то, достаточно сложные. Хотелось бы на начальном этапе с вами обсудить все вопросы, которые на сегодняшний момент уже возникли, ну или могут возникнуть в дальнейшем. В первую очередь специалисты РКЦ «Прогресс» продолжат обследование здания музея и монумента ракеты в усиленном режиме. Сначала они оценят действующее состояние здания и памятника, а затем учащат контроль для отслеживания влияния вибраций и возможного движения грунта на конструкции. Для этого у них есть вся необходимая техника, которая будет замерять как силу вибраций, так и вертикальность ракеты. При изменениях строительные работы будут приостанавливать, чтобы найти решение, как обезопасить величественный монумент. Планируем поставить специальные датчики замера вибраций на основании ракеты, которые нам покажут, какие воздействия передаются со стороны строительной техники на основании ракеты. Особое внимание уделят и высаженным вокруг Космического музея елем. Их бережно выкопают вместе с грунтом и перевезут в питомник, где их будут хранить до теплого времени года. По технологии замораживаться кому где-то 2-3 дня. После этого будем их подъемным краном поднимать и в железные сетки опускать. И в целой сохранности повезем на питомник специально отведенные места для хранения. На время работ переместят на ответственное хранение и памятник легендарному конструктору Дмитрию Ильичу Козлову. А вернут на место уже после завершения строительства, к открытию планетария. Кроме того, во время работ временно не будут включать световую подсветку ракеты. В целях обеспечения безопасности сотрудников музея было принято решение временно разместить их в другом здании. Работа экспозиции на время строительства будет приостановлена. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. В Самаре продолжается строительство новой станции метро и связанные с этим работы по выносу инженерных коммуникаций. Возле перекрестка улиц Новосадовой и Полевой в рамках разработки стартового котлована продолжают устраивать его ограждающие конструкции – сваи. А в историческом центре города стартовый котлован почти готов. В районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской нужно закольцевать водовод. Ранее он пролегал по территории будущего станционного комплекса, и потому его пришлось переносить. Кроме того, на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую переустроят трамвайные линии. Сделать это должны в первой половине февраля. В конце прошлой недели материалы уже доставили, и специалисты сразу же приступили к необходимым работам. Рельсы требовалось изогнуть под нужные радиусы. При этом перекрытие движения на время переустройства не планируется. Трамваи продолжат курсировать по старому полотну, а стыковку имеющихся и новых рельсов произведут ночью. После укладки путей, стыковки и переподключения контактной сети ТТУ организует пробный пуск трамваев. Только после этого вновь поднимут вопрос о временном закрытии перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской уже на срок ориентировочно до 1 сентября. Это необходимо для продолжения строительства и прежде всего для возведения тягово-понизительной подстанции. Но и в этот период трамвайное сообщение сохранится. Планируется, что транспорт будет следовать по переустроенным путям. В том числе это касается трамваев, которые в настоящее время ходят по улице Фрунзе. После завершения работ по строительству метро все трамвайные пути будут восстановлены в прежних границах. Напомню, что когда достроят первую ветку Самарского метрополитена и введут в эксплуатацию новую станцию Театральная, подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. По расчетам экспертов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%, а интервал движения поездов метро сократится до 7-8 минут. Я считаю, надо потерпеть, потому что метро – это все-таки город растет, развивается. Я бы хотела, чтобы у нас вообще в каждом районе было бы метро, и тогда, возможно, даже дороги бы разгрузились бы, и автомобилистам, я сама как автомобилист, было бы легче ездить. Я вообще считаю, что метро – это хорошо. Повысить безопасность на дорогах – одна из приоритетных задач. В Самаре она постепенно и планомерно решается во взаимодействии представителей власти, профильных городских служб, ГИБДД и общественности. Проекты, которые реализуют, направлены прежде всего на снижение количества очагов аварийности. Какие меры в текущем году планируется принять, чтобы минимизировать количество мест концентрации ДТП и свести к нулю происшествия в таких локациях, обсудили в ходе совместного выезда на участки городских улиц. Подробности далее. Первой точкой, куда приехала комиссия, стала улица 22-го партсъезда. Участок в границах физкультурной победы был признан аварийным. В прошлом году здесь в ДТП пострадали 4 человека. Еще один погиб. Что нужно предпринять для снижения аварийности, решали представители ГИБДД, Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары и региональный координатор партийного проекта «Единой России. Безопасные дороги». Озвучили первостепенные меры, которые, судя по опыту прошлых лет, возымели положительный эффект. Администрация городского округа Самары разработана схема ликвидации этого очага с устройством всех технических средств организации дорожного движения с целью увеличения безопасности всех участников дорожного движения, в первую очередь пешеходов. По статистике прошлых лет, по реализации таких же проектов по устранению очагов концентрации ДТП, статистика говорит о том, что на таких местах ДТП больше не происходит. Чтобы снизить количество ДТП с участием пешеходов, было предложено сделать посадочные площадки возле трамвайной линии, чтобы пассажиры не ждали транспорт на проезжей части, нарушая ПДД. Еще одна мера – установка заграждений, которая исключает выход на дорогу в неположенном месте. Там, где есть нерегулируемые пешеходные переходы, будут оборудованы искусственные неровности для снижения скорости автомобилей. Например, такую меру планируют реализовать на улице Нововокзальной в границах улицы Фадеева и Московского шоссе. Этот участок сегодня также еще раз досконально осмотрели. Если же концентрация ДТП зафиксирована на перекрестках, то светофоры оборудуют дополнительными секциями, регулирующими поворот налево, выделенными в отдельную фазу. Таким образом, левоповоротный маневр будет безопасным и бесконфликтным. Встречные транспортные средства будут стоять в стоп-линии и дожидаться разрешающего сигнала своей светофорной секции. Да, мы понимаем, что это влечет, наверное, какие-то неудобства и ухудшает пропускную способность в городе. Но здесь на одной чаше весов лежит безопасность дорожного движения, на другой – пропускная способность. И одним из принципов организации дорожного движения является как раз приоритет безопасности. На сегодняшний день в Самаре выявлено 25 очагов аварийности, где пройдут необходимые работы. Но в этом году сделать планируется гораздо больше и в рамках реализации дорожного нацпроекта, и по другим программам. Мероприятия, они не ограничиваются только теми, что уже мы пришли к очагам. То есть есть места, где дорожно-транспортные происшествия не дотянули до очага, но не там были. Надо принимать уже превентивные меры для того, чтобы в текущем году это место не стало очагом. Разработка технических заданий – зона ответственности городского департамента транспорта. Утверждаются они ГИБДД, после чего документы выдаются департаменту городского хозяйства для исполнения. Работа по ликвидации очагов аварийности стартует в начале строительного сезона, в конце апреля – начале мая и завершаться к августу. По итогу работ будет организован совместный контроль, а выявление очагов аварийности продолжится, чтобы как можно больше локаций сделать безопасными благодаря выработанным мерам. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров, События. Какой будет самарская весна и когда она наступит? Однозначного ответа на этот вопрос у специалистов нет. Синоптики говорят одно, а предсказатели весны – сурки – и вовсе спутали все карты. О чем идет речь во Всемирный день сурка, расскажет Сергей Кизоркин. 14-летний Иван да Ева, так зовут пара сурков в Самарском зоопарке, проспали Всемирный день сурка. Грызуны-пенсионеры, по человеческим меркам, им уже больше 80 лет, так и не вышли сегодня из своего домика, чтобы народные эксперты могли предсказать, какой будет весна и когда она наступит. По легенде, если 2 февраля на улице солнце, то сурок увидит свою тень и испугается, метнется обратно в домик. Это означает, что весна будет поздней, и зима продлится еще 6 недель. А если день пасмурный, то сурок не видит вокруг ничего подозрительного и спокойно покидает нору, свидетельствуя о раннем приходе весны. Самарский сурок Иван, рассказывает работник зоопарка, выходил из домика на Рождество Христово, но потом снова ушел в спячку. В этом году, что интересно, что, видимо, Иван, может, уже как пожилой сурок, три недели назад он проснулся, вышел, добежал до угла, вернулся обратно и дальше ушел спать, что у нас в зоопарке встречается впервые. Пробуждение сурка в январе говорит о том, что весна наступит в конце февраля. Однако специалисты Гидрометцентра России с народной приметой не согласны. По их расчетам, февраль будет нормальным зимним месяцем с морозом в 9 градусов и умеренными осадками. И в марте впереди, и в марте бывают снегопады, и в марте довольно холодный бывает. Календарная весна, да, начинается с апреля. А насколько она раньше или позже начнется, это посмотрим. Российские народные приметы на 2 февраля прямо противоположны тем, в которые верят за рубежом. Есть даже пословица, если на Ефиме в полдень солнце, крайней весне. А если метель, всю Масленицу мести будет. Так что посмотрим, какая примета будет правильнее. Сурки Иван и Ева в Самарском зоопарке за свои 14 лет потомством не обзавелись. Поэтому после них народная традиция в Самарской области 2 февраля определять, какой будет весна и когда она придет, скорее всего, прервется. А ей в нашем регионе уже 30 лет. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. В январе паблик Самаргис ВКонтакте вошел в пятерку лучших сообществ региональных телеканалов по версии Нью-Медиа. Аналитики составили топ-20 региональных телеканалов из городов-миллионников по вовлеченности ВКонтакте в январе 2023 года. Группа Самаргис попала в пятерку лучших, заняв четвертое место с показателем 4%. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе. В частности, тут учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам в постах. Пользователи, которые следят за обновлениями нашей информации, в числе первых узнают обо всех важных новостях, которыми живет Самара. Мы наполняем наш паблик не только текстами, но и эксклюзивными фото и видео, которые журналисты присылают с мест событий. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре для отдельных категорий граждан действует услуга «Социальное такси». Напоминают в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. В рамках данной услуги осуществляется перевозка маломобильных граждан к социально значимым объектам общественного значения посредством специализированных легковых автомобилей. Какие категории граждан могут воспользоваться услугой социальной такси и перечни объектов социальной инфраструктуры, к которым осуществляется доставка социальным такси, рассказывают в карточках, опубликованных в Телеграм-канале. Оформить заявку можно по телефону 250-03-50. Пользователи портала Госуслуги могут с 1 февраля использовать биометрические данные для входа, сообщает Телеграм-канале Советского района. Логин и пароль при этом сохраняются, а биометрические данные будут служить дополнительным способом аутентификации. Войти через биометрию на портал Госуслуги смогут пользователи, которые зарегистрировались в единой биометрической системе и дали свое согласие на использование этого сервиса. Использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию. При этом никаких ограничений в использовании портала и заведения биометрии не будет. Все сервисы останутся доступными тем, кто откажется от сдачи биометрических данных. О завершении соревнований городского этапа «Кэсбаскет» среди общеобразовательных школ Самары пишут в телеграм-канале Ленинского района. На групповом этапе ученики школы 148 одержали две победы в двух матчах. В полуфинале ребята встретились с Куйбышевским районом школы 74 и одержали победу. А в финале юные баскетболисты в упорной борьбе обыграли промышленный район школы 45 и стали чемпионами «Кэсбаскет» дивизиона Самара. Впереди региональный этап. В преддверии Дня защитника Отечества и в рамках военно-патриотического воспитания школьников общеобразовательные учреждения Красноглинского района приняли активное участие во всероссийских акциях «Письмо солдату» и «Посылка солдату», говорится в телеграм-канале Красноглинского района. Ребята создавали своими руками поздравительные открытки и письма, которые будут переданы солдатам СВО. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok